Вести Карачаева, Черкесия Правительство России упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для граждан из недружеских стран. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Президентам поставлена задача облегчить добровольное переселение в Россию наших соотечественников из недружеских государств. Правительство упростит для них участие в государственной программе. Они смогут подавать заявления не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране. Помимо этого, не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке. Для беженцев и получивших временное убежище, рассмотрение заявления об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре. Сократится и пакет необходимых документов. Не обязательно будет предъявлять свидетельства о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие. Таким образом, поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России. В региональном управлении Росгвардии прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования ОМОН «Мустанг». В нем приняли участие представитель главного управления подразделениями полиции специального назначения Федеральной службы Нацгвардии России Алексей Федулов, главный федеральный инспектор Игорь Дральщиков, начальник отдела силы специального назначения войск Нацгвардии страны Григорий Зана и другие официальные лица. Полковник Григорий Зана обратился к бойцам от имени командующего Северокавказским округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Захарова и поздравил их со знаменательной датой. В ходе церемонии награждения за личные заслуги, добросовестное выполнение служебных обязанностей, отвагу и мужество сотрудникам ОМОН «Мустанг» вручили медали участнику специальной военной операции. Кроме того, отличившиеся бойцы были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. 15 апреля в Черкесске на территории гипермаркета «Лента» пройдет традиционная весенняя ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 15-20% представят более 120 предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей легкой промышленности, организации общественного питания Карача-Чикесии и других регионов Северокавказского федерального округа. Ярмарка будет работать с 8 до 16 часов. Эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу соответствует времени года. Уровень заболеваемости снижается. По данным Оригинального управления Роспотребнадзора, превышение эпидпорога заболеваемости не зарегистрировано. По итогам прошлой недели выявлено 556 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Во всех когортах населения сохраняется отрицательный прирост, при этом самые высокие темпы снижения среди школьников 7-14 лет. В ходе мониторинга циркуляции возбудителей ОРВИ лабораторно выполнено 336 исследований от 24 больных, в ходе которых выделены 7 штаммов вируса гриппа АН1Н1. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Усть-Джигута-Терезе начались масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старое основание последовательно на отрезках не более 3 километров. Подробности у главного инженера управления Карачаева-Черкеска «Автодор» Моя Дахутова. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двуслойное сортобетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги в барьерном ограждении. Жители и гости Карачаев-Черкеси по итогам прошлого года оплатили покупки платежными картами свыше 40 миллионов раз на общую сумму около 30 миллиардов рублей. По сравнению с 2021 годом число таких платежей выросло на 1,6%, а их объем почти на 16%. Доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в общем количестве операций, совершенных в регионе за прошлый год с использованием банковских карт, составила более 86%. Подробнее об итогах прошлого года расскажет Фатима Узденова, юрис-консульт юридического отдела отделения Банка России по Карачаев-Черкеси. Безналичная оплата товаров и услуг для многих стала привычной и комфортной. И наша задача в том, чтобы такая возможность была предоставлена в равной степени всем жителям республики. Для этого мы вместе с партнерами реализуем проект по повышению финансовой доступности, в особенности в сельской местности, который в течение последних лет дает хорошие результаты. В частности, за 2022 год более чем на 12% увеличилось количество электронных терминалов, позволяющих принимать оплату картой. На 1 января 2023 года их количество в Карачаево-Черкесии составило более 5000 единиц. Остаются считанные дни до конца приема заявок на конкурс для самозанятых в Карачаево-Черкесии. Для участия в нем необходимо подготовить видеорассказ о своей деятельности. 14 апреля все конкурсные ролики будут опубликованы на канале центра «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии и стартуют голосования. Победитель будет определен по количеству реакций под его видео, опубликованным в телеграм-канале центра. Победители первых трех мест получат 50, 30 и 20 тысяч соответственно. В мероприятии могут принять участие все зарегистрированные и самозанятые регионы. За первый квартал этого года в Карачаево-Черкесии единое пособие было назначено родителям 27 400 детей и 1416 беременных женщин. По словам заместителя управляющего оригинальным отделением социального фонда Ирины Тамбиевой, с момента старта выплат единого пособия семьям Карачаево-Черкесии перечислено более 516 миллионов рублей. Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственные взаимодействия. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка. Прокуратура Зеленчукского района в судебном порядке добилась возврата земельных участков в муниципальную собственность, комментирует представитель прокуратуры Карачаево-Черкесии Елена Дармаграева. Прокуратура Зеленчукского района провела проверку исполнения земельного законодательства. Было установлено, что Зеленчукская районная администрация в нарушении законодательства об особых экономических зонах незаконно предоставила гражданину земельный участок площадью 5,2 гектара в аренду, а затем в собственность. Впоследствии собственник произвел раздел земли на 26 участков, большую часть из которых он реализовал. Вместе с тем, спорный земельный участок входил в пределы туристко-рекреационной особой экономической зоны, полномочия по распоряжению которыми делегированы Министерству экономического развития Российской Федерации. Прокурор обратился в суд с иском о признании договоров аренды и купли-продажи земельных участков недействительными и возврате земель в муниципальную собственность. Зеленчукский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры. В Малокарачавском районе на южной окраине села Терезе полицейские обнаружили ржавый металлический кейс с боеприпасами. Найденные предметы оказались выстрелами к подствольному гранатомету в количестве 35 единиц. Специалисты взрывотехники Управления Росгвардии по Карачачьей кейсе определили, что боеприпасы не представляют опасности. Обнаруженное было изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Республики. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление происхождения боеприпасов и их владельца. 14 апреля во Дворце культуры Черкеска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на месте проведут первичное собеседование. К участию в ярмарке приглашаются старшеклассники и их родители. Ведь здесь представят вузы и СУЗы, которые готовят специалистов по востребованным профессиям. Подробности у заместителя председателя правительства республики Ирины Гербековой. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение, типа мозговых штурмов. И мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности, такие как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. Как сегодня развиваются молодежные проекты в студенческой среде Карача-Чикесского государственного университета имени Умара Алиева и какие задачи ставит перед собой руководство ВУЗа, рассказал начальник отдела молодежной политики и социальных проектов Наурус Капушев. Мы сейчас планируем еще запустить проект ученическое самоуправление. Всем уже известно, что есть студенческое самоуправление в университетах. Они являются одним из крутых организаций. И вот у нас есть проект, которым занимаются студенты Карача-Чикесского госуниверситета, ученическое самоуправление. Цель запустить такое же самоуправление, как в университетах, только в школах, чтобы наши студенты понемногу подтягивали ребят со школ к общественной деятельности, к молодежной политике, чтобы они уже видели, что их ждет через некоторое время, в ближайшее будущее. В Республике стартовал месяц по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Он пройдет до 28 апреля и завершится масштабным республиканским субботником. Мероприятия проводятся в целях улучшения, а также в поддержку инициатив Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», Общероссийской ежегодной акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». Особое внимание при проведении мероприятий будет уделено уборке и очистке дворовых территорий, водоохранных зон, зон культурно-массового отдыха, территориям вдоль гостевых автодорог и съездам к водным объектам. Производство и прокат национальных художных фильмов для детей и юношества будут полностью профинансированы за счет государства. Соответствующий закон подписал президент страны. Документ устанавливает, что к фильмам для детей и юношества относятся картины, предназначенные для просмотра детьми в возрасте до 18 лет, направленные на воспитание подрастающего поколения, а также соответствующие по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. Патриотическую программу «Симфония дружбы» представили артисты Карача-Чикесии и Луганской Народной Республики. Это уникальная патриотическая программа, в которой на одной сцене вместе с артистами нашей государственной филармонии выступили артисты ЛНР. В ней прозвучали произведения современных российских композиторов и поэтов о родине, дружбе и песни о Великой Отечественной войне. Перед зрителями выступили Анжела Мукова и Алия Нурлубаева, Рамина Китаева и Ольга Казмина, Ольга Герман и Виктория Хохонина, а также Александр Макаров и Игорь Колосов. Международная акция «Единой России. Диктант победы» в этом году пройдет более чем на 12 тысячах площадок. Все желающие смогут поучаствовать в ней 27 апреля как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Центральной традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году основными темами диктанта станут победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыва блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. В Карачае-Чикезе все желающие могут написать диктант победы на 50 площадках. Они будут открыты на базе школ, СУЗов, ВУЗов, воинских частей во всех городских округах и районах республики. С 5 по 30 апреля этого года в образовательных организациях республики в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» пройдет урок по теме «Город будущего. Как квантовые технологии меняют нашу жизнь». Стратегический партнер и разработчик содержания урока Госкорпорация «Росатом» совместно с Российским квантовым центром проведет для школьников и педагогов страны обучающие занятия, посвященные применению квантовых вычислений, коммуникаций и сенсоров в повседневной жизни. Особое внимание будет посвящено карьерному треку в естественно-научной и инженерно-технической сферах. Учащимся расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, ключевых вузах и возможностях подготовки. В Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина проходит неделя детской книги. Торжественное открытие началось с театрализованного праздника, на котором с детьми встретились королева книга и сказочные персонажи Незнайка, Лиса, Алиса и кот Базилио, Баба Ягай и Ворона Каркуша. Они провели с детьми игры, эстафеты, конкурсы и загадывали загадки. К мероприятию был подготовлен красочный стенд книжкины именины. Республиканская детская библиотека присоединилась к всероссийской акции и приглашает своих юных читателей познавательно провести эту неделю. Творческий коллектив 8-й школы Черкеска стал лучшим на республиканском фестивале-конкурсе «Игра и театр» в номинации «Лучшая постановка». В числе юных актеров были как начинающие артисты, так и коллективы с опытом. Организатором мероприятия выступил Республиканский центр народной культуры. Фестиваль проводился в целях создания условий и стимула для развития детского театрального искусства, расширения кругозора молодежи, а также формирования культурных и нравственных ценностей. Маргарита Алиева стала чемпионкой России по тэквондо. Золотую медаль спортсменка из Карача-Чекеси завоевала на завершившемся в Казани первенстве России по тэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Теперь 29 апреля в Москве на международных соревнованиях Russia Open в составе сборной команды России Маргарита поборется за путевку на чемпионат мира среди мужчин и женщин в Баку. Тренируют спортсменку Рашид Ахметов, Тимур Кемрюгов и Мурат Хачуков. По итогам прошедшего в Ставрополе всероссийского мастерского турнира кубок Георгия Победоносца по пауэрлифтингу и отдельным его движениям спортсмен из Карача-Чекеси Алан Батчаев занял первое место. В состязаниях принимали участие более 100 спортсменов из всех регионов России во всех весовых категориях. Алан является студентом Института экономики и управления Северо-Кавказской государственной академии. В строгом подъеме штанги на бицепс наш спортсмен занял первое место, тем самым выполнил нормативы мастера спорта международного класса. Ну и последняя информация. В Кисловодске прошел Кубок Кавказских минеральных вод по Тэквондо и Тэф. Карача-Чекесию представлялись спортсмены комплексной спортивной школы Победа и региональной спортивной федерации Тэквондо и Тэф. Победителями и призерами стали Денис Лепшоков, Маляка Качаева, Леон Акбаев, Керим Данаев, Эльдар Наурузов, Рашид Хачиров и другие. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Плюс 8,13 и выше 2000 метров сохраняется лавина опасность. В республиканской столице днем кратковременный дождь, ветер восточный 6,11 метров в секунду, температура воздуха плюс 19. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!